Друзья, здравствуйте, это Политека, меня зовут Анастасия Гусарева. Мы с вами, как обычно, встречаемся здесь, дабы искать ответы на вопросы, анализировать все то, что происходит, а происходит очень много событий и в мире, и в нашей стране. И, конечно же, они все влияют на нашу с вами жизнь. Так уж случилось, как я вам обычно говорю, что мы с вами живем в учебнике по истории, и, конечно, мы с вами должны и просто обязаны анализировать, как эти исторические события влияют на нашу с вами жизнь сегодня и как они могут повлиять на нашу с вами жизнь завтра. Если вы вдруг еще на нас не подписались, я вас призываю сделать это прямо сейчас, потому что только у нас вы сможете получить эксклюзивные комментарии, аналитику, которая действительно вам поможет найти ответы на ваши вопросы, ну и разбираться во всем том, в чем мы разбираться обязаны. И помогать нам сегодня в этом будет Вадим Юрьевич Карасев. Это политолог и человек, который знает о западных политиках все, о украинских политиках все и чуть-чуть больше. Правильно я говорю? Хорошо, я буду помощником, ассистентом. Да. Начинал я тоже свою работу политологическую ассистентом. Так что вспомним молодость. Вадим Юрьевич, много у людей вопросов. И пишут постоянно, конечно же, нашумевшая статья, которая вышла в The Economist, мировое издание, издание с мировым именем, статья авторства Валерия Залужного. Конечно же, ее мы не можем обойти вниманием. И она настораживает. Многие люди, скажем так, уже обрели такие панические настроения. Они не понимают, что это. Это крик о помощи эта статья? Или это констатация факта, что мы действительно в тупике, как говорит Валерий Залужный? Одно не исключает другого. Конечно. Я напомню, что у нас сегодня четверг, 14.00. Так, поэтому мы в прямом, по-моему, эфире. Мы абсолютно в прямом. Поэтому пусть наши зрители тоже участвуют, пишут, комментируют, ставят вопросы. Это и одно, и другое. А вот фактически, если взять вот эти, то, что я видел, так, вот. Это такой большой нарратив ответа одного из генералов, о чем написал Саймон Шустер в журнале «Тайм», который в ответ на рекомендацию высшего политического руководства, я так понимаю, Верховного главнокомандующего, наступать на горловку, сказал, а чем? Где снаряды, где артиллерия, где солдаты? Ну, вот в этом большом интервью на западной площадке, так, авторитетной, по сути, развернул этот ответ Залужный, что, вот, давайте подведем и то. Фактически, Залужный подвел это, что наступление сейчас, все, он на тупике. Почему? Потому что, по комментариям представителей политической власти, политического руководства, наступление должно продолжаться и зимой. Вот тактика, даже стратегия обескровливания российской армии, о чем много говорилось, вот эта тактика, скорее, это тактика, скажем так, долговременная, но тактика, она признается Залужным сегодня, она неэффективна. Это раз. Дальше. Раз ситуация в тупике, значит, наступления нет, его не будет. И оно невозможно, почему? И тут дальше Залужный продолжает. Потому что для того, чтобы было наступление опять, более того, чтобы оно было, как он сказал, красивым, глубоким, там, внезапными, тогда это должно быть преимущество в живой силе, в технике. И дальше он рассказывает, какими преимуществами сейчас обладает российская армия, которая разведула свое ВПК. Ну, поэтому просматривается идея, скажем так, по-моему, прозрачно. Тут никаких нету каких-то тайн особых, что для того, чтобы выйти из ловушки, как он там написал, ловушки, вот этого позиционного тупика, вот, надо, ну что, нужна помощь новая. Правда, скажем, есть проблемы с этой помощью, могут быть проблемы. Конечно. Год назад тот же Валерий Залужный, главком, говорил, что ему надо 300 западных танков, 500 БМП, и вопрос будет решен. Поэтому, когда сейчас вот кто-то начнет, скажем так, думать над предложениями Залужного, что надо для нового наступления, например, в 2024 году, то встанет вопрос, а насколько это опять просчитано? Насколько это возможно? Ну, понятно, с точки зрения, например, ответа на постоянные, скажем, заявления республиканцев и нового спикера Палаты представителей, Майкла Джонсона, о том, что он хотел бы понять, куда пойдут эти 60 миллиардов долларов в Украине, которые просит Байден, на что они пойдут. Залужный может представить свой, скажем так, список Залужного, что нужно. Но, во-первых, какое время? Сколько понадобится времени для того, чтобы, ну, например, иметь паритет с Россией по РЭБам? Радиоэлектронная борьба. Дальше он пишет, что для того, чтобы наступление было успешным, нужно преимущество в воздухе. Подождите. А кто? Мы можем, может ли нам даже НАТО или Штаты обеспечить преимущество в воздухе над Россией? Ну, у них примерно там 2000 самолетов. Не все они были использованы. Использованы на поле боя были только авиация тактическая, армейская авиация. Это не стратегическая авиация, это еще не Су-35 и не Су-55, которые новые. И получим ли мы, можем ли мы получить там F-35? Может, Израилю они пойдут для того, чтобы на Ближнем Востоке решать проблему войны и мира, и стабилизации на Ближнем Востоке, которая для Запада во всех отношениях намного важнее. По крайней мере, потому что вопрос израильской безопасности и израильско-палестинский вопрос или проблема и так далее, это вопрос внутренней политики Америки, внутренней политики Европы, внутренней политики Британии, Франции, Германии и так далее. Это вопросы внутренней политики. Поскольку они раскалывают и общество, мы видим, как оно прошло. Сейчас и в самой демократической партии, на промусульманских сторонников демократической партии, соответствующие группы или кокусы, как говорят там, ну фракции в этой партии, и произраильские, проеврейские кокусы, так и в самой демократической партии, которую уже, скажем, и ультиматумы выдвигает Байдена. Это вопрос внутренней политики, а накануне выборов, выборного года 2024, этого приобретает вообще, скажем так, очень серьезное значение, потому что это будет битва демов и респов, и эта битва достаточно серьезная, потому что это накануне судьба мира и судьба США в 2024 году. А для украинской войны, или война России и Украины, так эта война не носит внутреннюю, это не вопрос внутренней политики Америки, не вопрос внутренней политики даже Европейского Союза, стран Европы, хотя они рядом находятся, театр военных действий, это вопрос внешней политики. Вот поэтому, конечно, ситуация не только в позиционном военном тупике, она и в геополитическом тупике тоже. Потому что надо решать вопросы Кидая. 8 января выборы на Тайване. Значит, надо решать дальше. Вопрос ГАЗа, ХАМАС, Израиль, если это долгая, длительная война, значит она затягивается, значит будут тягиваться и региональные игроки, потребуется дополнительная живая сила, потребуется дополнительное вооружение, дополнительные дипломатические усилия и так далее. Тем более, что Байден же заявлял, что Путин проиграл Украине, Блинкин заявлял. Они понимают проигрыш Путина в том смысле, что он не завоевал всю Украину, только там 20 или 17 процентов с Крымом, а все остальное осталось. Украина продемонстрировала стойкость государственную. Тогда территорию потерянной, часик потерян, небольшая часть, хотя и важная часть, не будем это скрывать. Так, важная часть, Азовское море, Порты, Мариуполь, Крым, ситуация на Черном море, в Черноморской регионе, достаточно, украинской части достаточно, сложно, прифронтовая эта территория. Но тем не менее, страна уцелела, государство уцелело. Поэтому очевидно, американцы считают, что на большее сейчас нет сил, времени и возможностей. Так, по-моему, считают и заложены. В этом смысле две вещи, которые надо сейчас еще четко проговорить. Первое. В какой-то степени в этом интервью оправдание. Почему наступление не получилось? Он верховный главнокомандующий. Нет, пока нет. Он главнокомандующий вооруженных сил. Все говорят о выборах, поэтому давайте пока не будем. Да. Он главнокомандующий, он несет ответственность за наступление, за провалы, за успехи, ну, за все. Так. Значит, это какое-то оправдание. Почему наступление не получилось удачное. Вот. Все-то расписано там, не будем повторяться. Второй момент. Дальше он считает, что война вошла в позиционный тупик. И наступать сегодня нет сил и возможностей. Два. В отличие от верховного главнокомандования, политического руководства, которое считает, что наступать надо. Наступать надо, ну, как говорят генералы, чем? Скажите, чем? Да. И кем? И кем. Так. Ну, в частности, там заложенные предлагают какие-то внести коррективы, мобилизационные планы, законы принять соответствующие. Но это очень длительный процесс, а не так просто. Мобилизовать, научить и научить войне. Чтобы это же были умением, надо тоже воевать. Так. И задача солдата не умирать, а побеждать. И понятно, что это вопрос не одного месяца. Не говоря уже о том, что надо и тогда пересмотреть цели войны. Так. Пересмотреть мотивацию войны. Это должна быть и мобилизационная ситуация внутри страны. Ну, это, ну, если говорить об Израиле, это модель воюющего государства. Да. Воюющего государства. Но это резервисты. Во-вторых, это всегда были слабые арабские армии. Но когда арабские армии стали более сильнее, и Хамас укрепился, мы видим, что у Цахал, который такой героический ореол, такая мифология, Моссад, Цахал, там еще. А не так просто. Есть вопрос. Они сами заявляют, что длительная война будет. Сегодня, я смотрю, погиб подполковник. Израильская армия. Это вообще-то так. Чего не было раньше. Чего, да. Ну, по крайней мере, мало таких было примеров и давно. Вадим Юрьевич, мы сейчас к Израилю более детально вернемся. Чтобы уже закрыть эту историю с интервью The Economist, да, вы вспомнили как раз-таки интервью в прошлом году, которое было. Это было декабрь 22-го года. Заложный там говорил следующее, что у меня хватает людей, но мне не хватает техники. Дайте технику. У меня есть информация, что 200 тысяч, значит, россиян могут пойти на Киев. Тогда все испугались этой фразы и анализировали. Почему? Как? Зачем сказал? И многие тогда эксперты говорили, ну, вы же понимаете, это The Economist, это месседж на западный, значит, рынок, туда, чтобы нам давали больше оружия и всего остального. Это мы можем, это интервью, эту статью говорить о том, что, возможно, то же самое. И почему она в аккурат с статьей, которую Саймон Шустер выпустил, да, в Тайм? Я не думаю, что это согласовано, какой-то план. Это так получилось. Почему? Потому что первое интервью заложено год назад, оно было в декабре накануне принятия бюджета Конгрессом на 23-й год. А потом Зеленский поехал в Конгресс. Так? Поэтому очень важно было, чтобы они внесли 43 миллиарда на 24-й год именно в декабре. Сейчас бюджет должен голосоваться, так, 17 ноября. Да. И, очевидно, эта статья появилась не случайно в связи с вот этими, для того, чтобы республиканцам было меньше аргументов, отмазок для того, чтобы Украине там уменьшить помощь, и не дать ее, или там отдельным пакетом и тому подобное. Поэтому надо было это не в декабре сделать, в начале декабря, там, по-моему, было 8 декабря в прошлом году, а в начале ноября. Хотя, конечно, у всех такое мнение, что это как бы год назад. Нет. Только не год назад, 11 месяцев назад. Это два. Расчет, наверное, на то, что какие-то средства будут выделены. Это два. Но третий момент. Смотрите. Я понимаю, что нужно сейчас там обращаться к западным, к общественному мнению, к элитам. Хотя сейчас время не очень так работаем, что, например, тоже общество Британии, европейские и так далее, они расколоты демонстрации, протесты по израильско-палестинскому вопросу. Так, конечно, сейчас не очень удачное время. Хотя процесс-то запущен с этим пакетом. Израиль, Украина и так далее. Значит, эту тему надо отработать. Второй момент. Все-таки, мне кажется, разногласия между военным и политическим руководством надо не всегда выносить на публику. Не всегда выносить на публику. Мало что. Но всегда, это, конечно, всегда споры. Потому что у политиков свои резоны, у военных свои резоны. Но надо понимать, война это политика. Война это не только бои. И не столько бои. Война это политика. Поэтому политический фактор, политические резоны иногда идут впереди военных соображений, военного расчета и так далее. И когда военные выносят вот такие, скажем, вещи на публику, причем мировую публику, общественную, то это, мне кажется, нужно... Или это уже действительно как там крик о помощи. Или, мне кажется, нужно быть более сдержанным в этом отношении. И последний момент. Если есть вот такие разногласия между военным и политическим руководством по поводу целей, инструментов, темпов, ведения военных действий, на театре военных действий. Ну, есть они обязательно, но как без них? Так? Потому что верховный главнокомандующий думает об общем. Это и дипломатия, и экономика, и целая геополитика. А главнокомандующий думает об армии. Это его задача. Как когда-то фон Клаузевис писал, что есть уровень политический, стратегический и фактический. Вот уровень командования – это стратегический уровень. Военно-стратегический уровень. А военно-политический уровень выше. Причем это надо учитывать. Военно-политический уровень, он касается не только военно-политического интереса страны, а общего контекста. Как мы можем сегодня рассчитывать на союзников? Сколько мы можем рассчитывать? И в каких видах помощи? Какое время? Так вот, мне кажется, что для этого надо все-таки использовать не только западные медиа и площадки, но и Верховную Раду. Надо вообще-то разобраться, скажем так, политическому классу Украины всем, и власти, и оппозиции, если она у нас есть. Да, оппозиция во время войны, это, ну, скажем так, не та оппозиция, которая вне войны. Но есть другие мнения, есть другие резоны, есть незамыленный взгляд, поэтому Верховная Рада. Или какие-то другие, скажем так, формы, форматы правящего класса или политического класса в целом. Обсуждать такие вещи, можно в закрытом режиме обсуждать. Мы хотим знать, что реально происходит на фронте. Не из телеграм-каналов, тем более есть помоечные, не даже с авторитетных западных изданий, иконами, стаем и так далее. Мы хотим знать, как говорится, с первых хвостов. Понятно, не всю информацию мы должны знать, и нам не надо ее давать. Я имею в виду простых граждан. Но на уровне политического класса это надо просто решить, что делать с войной. Что делать с вопросами войны и мира. Каким курсом военно-политическим или политико-дипломатическим должна идти Украина в 2024 году. Год заканчивается. Пора подводить итоги. Военные итоги. В какой-то степени они уже подводятся не нами. Вот же в чем вопрос. Не нашим политическим классом, не нашей общественностью, не нашими дискуссиями, не нашими экспертами. Потому что для этого нет площадок совершенно. Никаких. Один этот марафон с утра до ночи и так далее. С ура! Победными реляциями и тому подобное. Что уже во вред идет. Пониманию того, что делать дальше. Не надо сейчас искать, кто виноват. Надо обратиться к вопросу, что делать. Что делать. Да. А нет дискуссий, нет нормальных площадок для того, чтобы обсудить эти вопросы. Значит, Верховная Рада тоже фактически закапсулирована. И там одни монологи. Но нельзя жить в одних монологах. Мир так сейчас не живет. Монологи – это там, где монархи. Со словом у них одинаковые. Корень. Так, моно. А там, где поликонкурентная система. Так. Или полиархия, как говорится. Так, как говорится в западной политологии. Полиархия. Там полифония должна быть. Я понимаю, что со всеми ограничениями. Но хотя бы в закрытом режиме Верховной Раде в комитете по безопасности и разведке по другим комитетам соответствующего профиля хотя бы эти вопросы обсуждать с генералами. Не просто политикам. Потому что военные. Я вижу, нет хорошей коммуникации между политиками и военными. Политики уже, скажем, ну, не то, что не хотят слушать военных, так, но считают, что нужно вот так. Без учета того, что может быть, я не знаю, может я ошибусь, что думают военные. Есть ли для этого силы, средства, ресурсы. А военные на своем настаивали, вот не учитывая иногда мнение политиков. может быть, если нет вот этой коммуникации в рамках властной команды, там, верховный главнокомандующий, главнокомандующий и так далее, то надо расширить круг этих людей Верховной Радой, ключевыми политическими силами, представителями и надо решить. Вопрос вот в таком полузакрытом, полуоткрытом, полудискуссионном режиме и что делать с войной и миром в 2024 году. И тогда ответственность это будет коллективная, политического класса. Потому что сейчас многие, я так понимаю и, может быть, предполагаю, хотят повесить неудачи на одного человека, на президента. А с другой, а даже помощники, судя по тому, что, насколько это правда, не знаю, пишет Саймон Шустер в журнале Тайм, хотят отмежеваться и так далее. Но нет. Войну ведет не только один президент. Я тоже не совсем понимаю, когда там кто-то говорит, это моя война. Я только, вот я только уверен в победе. Это война всех. Это война общества, это война Украины, это война украинцев, а не только одного человека или там группы людей. Поэтому надо, чтобы была коллективная политическая ответственность, Верховной Рады, политических сил, президента, военного, высшего военного командования, для того, чтобы выработать курс на 2024 год. Ситуация очень серьезная. Если главнокомандующий, авторитетный генерал говорит о том, что мы в ловушке позиционного тупика, значит, это серьезно. И если он фактически дает понять, что наступление все, оно дальше не пойдет, и фактически оно, мы не можем ожидать, что на это наступление будет дальше каким-то глубоким, красивым прорывом, значит, мы должны определиться, что дальше делать. Либо тогда по модели военного государства, воюющего или военизированного, или еще говорят гарнизонного государства, как в Израиле. Многие же хотели по модели Израиля, но мы видим, это тоже модель. Не работает сегодня, кстати говоря. Не работает. Либо партизанское какое-то государство, как Северная Корея. Это же модель партизанского государства. Она, Северная Корея, она создавалась на базе партизанских отрядов Ким Ир Сена, и так и оно осталось вот с такими, как бы, ядро, модельное ядро, или модельный стандарт, стандартное ядро этого государства, это полупартизанское государство. Или так, или по-другому тогда, давайте искать пути. Залужный, практически, он ведь не говорит это слово, но говорит, позиционная война, это как бы замораживание, без каких-то дипломатических договоров, перемирий, соглашения перемирий и так далее. И еще один момент оппозиционной войны. Он приводит Первую мировую войну. Но Первая мировая война, она была оппозиционной, но когда этот оппозиционный тупик был, вышли из позиционного тупика. Первое. Когда Америка вошла в войну, фактически, Первую мировую войну, своим промышленным потенциалом и своим контингентом тоже, и тогда Германия и центральные ее союзники, центральные державы, Австро-Генгрия, прежде всего это называла центральные державы, начали терять преимущество в танках, ну, в снарядах, в артиллерии. Танки были больше у британцев, только начиналась эта вся история. И тогда перевес стал на стороне того, что называли Антанты. Даже несмотря на то, что Россия фактически вышла из войны, поскольку революция 1917 года выбила Россию как союзника на Восточном фронте Антанты. А вот в 1917 году как раз американцы вошли в войну. И сразу же стало очевидно, что Германия начинает терять преимущество по военно-промышленному компоненту. И вот тогда начались первые проблемы на фронте и проблемы в тылу. В России революция, в Германии в ноябре месяце революция 1918 года, революция в Германии. Хотя еще весной 1918 года немцы были в Киеве, стояли в Киеве. И Скоропадский, гейтман Украины ориентировался на Германию. Ну, то, что Америка точно своими силами физическими к нам тут не придет, это понятно. Ну, оружием придет или нет. И геополитическим вниманием. Обратите внимание, сегодня назначение Кэмпбелла первым заместителем государственного секретаря США. Там была первым заместителем Венди Шерман, первый заместитель Блинкина. И вот полгода оставалось это место вакантным. Казалось, что может на это место претендовать Виктория Нуланд, которая абсолютно в украинской теме, в украинском проекте с 2014 года, который курирует Украину вместе с Блинкиным. Это, ну, скажем так, Украина для них не чужая, недалекая какая-то, непонятная страна. Это родственники, там, предки, выходцы из Украины. Многие, там, Пенни Прискер, например, так, вот, Нуланд, которая в 80-м году была в лагере «Молодая гвардия» в Одессе. Так, была, так. Вот, и знает и Советский Союз, вот, и Блинкин. Но первым замом госсекретаря назначен Кемпбелл, а это специалист по Китаю, по Тихоокеанскому региону. Значит, понятен приоритет, куда будет сдвигаться внимание Госдепа всей внешней политики. Это Израиль, причем сейчас Америка будет возвращаться и контингентом, наверное, для подстраховки, например. Ну, морпехов 12 тысяч, они же в авианосной группе есть, так, авианосными группами. Уже два авианосца скоро там, так. Джеральд Форд и Дуайт Эзенхауэр. Так, значит, почему? Потому что, а как обеспечивать гарантии безопасности Израилю? Так, а как модерировать ситуацию на Ближнем Востоке? Потому что придется там возвращаться. Возвращайся в тумане ночи, там, так и все. Возвращаться придется. А значит, возвращать придет и ресурсы. И определенные, скажем так, виды вооружений, ПВО. Что, чем опасны разного рода повстанцы, военизированные группы на Ближнем Востоке? Ну, например, там, Хуситы, Йеменские, Хезбалла, Хамас. Так, сирийские какие-нибудь там повстанцы, черт знает кто там, какие-то про-асадовские или антиасадовские, про-турецкие или турецкие. Чем? Ракетками. А значит, для ракет надо что? ПБУ. Количество которых никто не знает. Не знаю, совершенно верно. Иранские ракеты те же самые. Если мы говорим вот о теме Америки, вооружений, помощи и так далее, во-первых, многих людей интересует один вопрос. Я проследила этот вопрос по соцсетям. А как так получилось, что Израиль бьет по лагерю беженцев? Говорит, да, это ударили мы, да, это война, извините, пожалуйста, у нас такие цели. И Америка на это ничего не отвечает. А Украине дают оружие и говорят, ну-ну-ну, вы что-ка никуда, нигде там не ударьте. И когда где-то беспилотники в Москве летают, да, все высшее руководство Украины должно выходить в публику и говорить, а это не мы, а мы не знаем, кто это. Ну, израильские-то ракеты и бомбы по кому бьет? По? По террористам. А это ирегулярные силы, это нерегулярная армия, так? У них нет самолетов, тем более стратегического назначения. У них нет кинжалов, у них нет ядерного оружия в конечном счете. И это не вторая армия в мире. Ну, давайте так говорить, Россия вторая армия в мире. А сейчас с войны может выйти еще сильнее. И мы тоже можем сильнее выйти. Я говорил неоднократно, что сейчас вот на Украинском театре военной действии воюют две самые сильные сухопутные армии. Потому что фронта 1300 километров, попробуйте. Сколько территория вот войны Израиль-Хамас занимает? Тысячу. Да. Квадратных километров. И все. А тут 1300, только летняя, правда. Сама. Вот. Поэтому, почему? Потому что боятся спровоцировать Россию на более разрушительный ответ. А значит нам оружие какого-то более серьезного тогда получается не ждать? Да, поэтому они уговаривали, ну а таком все дают нас условия определенные. Только по Крыму, например. Но придумают Россия что-нибудь. Вот они шедов, штом шедов придумали. Кстати, заявление Залужного звучало еще следующим образом, что Россия уже модернизировала свое ПВО и Ф-16 уже не столько эффективно. Тоже, да. Который бы еще даже не получили. Конечно, не получили. А я не говорю про Ф-35 уже. Значит, все. Поэтому нам говорят, что вы, если вы для пиара это делаете, для того, чтобы вдохновить, мобилизовать и показать, что мы сопротивляемся, то вы учите. Что это пусть носит характер неразрушительный, потому что тогда может прийти ответ. Но это оно и в том виде, и в том виде не совсем эффективно. Почему? Потому что мы вот этими беспилотниками, мы же их недоморализовали, а наоборот мобилизовали. Мобилизация на то, что, да, оказывается, Украина враг. Ну, многие же там в Москве тусующиеся люди. В Москве. Хипстеры, да, япстеры, япи и так далее, и так далее. Они к этому относились к войне. Ну, как будто там были против, молчали, но были против. Кто не молчал, тот уехал или не хотел молчать. Уехал. А потом многие из них, вот, как бы неприятно. Вот и все, когда там падают обломки и прочее. Это усиливало только мобилизацию и чувство консолидации вокруг царя или там президента. Ну, в России президент больше, чем президент. Это всегда, скажем так, президент-царь, президентская монархия, как говорится. Тогда чего нам ожидать от Соединенных Штатов Америки, учитывая тот раскол, который сейчас очень жестко идет между республиканцами, демократами и даже внутри республиканцев, раскол, который касается того, что помощь вместе с Израилем, помощь Украина, имею в виду, да, Украина-Израиль. Байден говорит, все буду витировать, если без Украины, потому что у него своя позиция. Республиканцы говорят, раз, соединить эти все истории. Так, а чего нам тогда ожидать? И как это вообще в американском политикуме, да, как эта тема будет обсуждаться и в каком свете будет подаваться Украина? Ну, вот все меньше будет. Конечно, не надо тут преувеличивать все меньше, но мы будем постепенно уходить с первополосных новостей и уже как бы ушли куда-то. Ну, фоновая война будет. Ну, таких фоновых войн по миру столько. Значит, надо менять стратегию. Не рассчитывать уже на, что исключительно военная помощь или там НАТО, кто-то даст гарантию. Вот Израилю гарантии Штаты дают или нет? Так это только от регулярных вот этих повстанческих или там как там террористических групп, движений и прочее. Так? И регулярные вещи. А не говоря, что тут сильная армия. Значит, тогда надо искать комбинированные вещи, военно-дипломатический бой. Но главное, надо и новые, создавать свое. Своё надо создавать. Готовы ли мы создать свою промышленность военную заново? Так, фактически. А для этого надо какая-то передышка, для этого нужны инвестиции, для этого нужно время хотя бы Европой. Надо с Европой больше работать. По-любому. Америка будет уходить из Европы. Для неё североатлантическая, скажем так, вот этот регион становится не основным. НАТО не основное. НАТО это Европа. Это европейская безопасность. Так? Для союзников. Да, Америка будет присматривать, если Батин выиграет. А если Трамп выиграет выборы? Тут вообще тогда ситуация полностью будет разморожена. Конечно. Они хотят повесить на Германию. Но в Германии рецессия. И в Германии проблемы с энергетикой. Потому что сейчас, например, Израиль не поставляет газ в Египет. А Египет не поставляет газ в Европу. Там тоже идёт Европа. А если Катов ещё откажется поставлять газ в Германию, а Россия уже отсоединена, так это такие будут издержки производства для промышленности немецкой, военной промышленности. Ну вот недавно же говорил Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО, что снаряд стоит 3600 евро. А такого не было. Он стоил на 2000 меньше. Поэтому они предлагают в Европе сегодня создать общую военную промышленность без военного протекционизма. На это время надо, чтобы Европейский Союз, скажем так, переориентировался на вот эту какую-то кооперацию, военно-промышленную кооперацию. И тогда, может быть, тогда мы можем рассчитывать на европейский военно-промышленный комплекс, который больше приспособлен для ландшафта театра военных действий. Потому что американский военно-промышленный комплекс, который сейчас заработает и так далее. Да, снаряды 155 он будет давать, но это может в Израилите, если война там будет долгая. Дальше самолеты. F-35 и авианосцы и так далее. Это больше для морского театра военных действий или океанский театр военных действий, океанские группы. Дальше. Ну, единственное, что это ничего не даст нам. Мы же уже пробовали эти джавелины. Все. Но танки они не очень. А вот европейский театр, прежде всего немецкий театр военных действий, так? Ну, Франция и Германия. Ну, Германия больше. Райм металл и так далее. Это что? Это танки. Так, танки, БМП. Для сухопутной войны. Но все равно ракетная составляющая. Нам ПВО надо, ПВО надо, ПВО надо. Значит, надо свою ракетную программу. Ну, Иран умудрился под санкциями, американскими санкциями, создать серьезную ракетную программу. Ну, умудрился же. При мониторе, при контроле. Рядом Израиль, которым все мониторили. А потом вышел и показал, что они фактически способствовали революции в военном деле. На примере у этих всех шахидов и так далее. По соотношению цена-качество, не по соотношению, скажем так, нанесения тактического оперативного поражения противнику. Значит, надо работать над этим. Но для этого надо много что сделать в стране. Много что сделать в стране. С правительством. С властью в целом. И надо, ну, возможно, каких-то новых людей вводить. Систему власти и правительства, которые будут соответствовать. Или будут адекватны требованиям времени. Соответствовать новым требованиям времени. Но, в общем, мир... Нет, вернуться в довоенную ситуацию не получится. Даже если тут все закончится, войны не будет, мир, дружба не будет. Мир милитаризуется. Раз. Во-вторых, четко есть сегодня история о том, что это наступает война цивилизаций. Запад сегодня уменьшается, но при этом консолидируется. Это стратегия Америки заключается в том, что мы сегодня не можем управлять всем миром. Это уже как бы там Китай будет решать. Но наша задача остановить ослабление своих позиций в мире. То есть, сохранить свою гегемонию. За счет чего? Больше консолидации. Европа, все союзники должны войти вот в этот новый военно-дисциплинарный комплекс Запада. Блоковая дисциплина. Кому-то можно позволить, но кому-то нет. Туркам можно пока позволить. Остальным нет. Четко все. Германия, Франция, Британия, всем встать в строй. И Украине тоже. А журнал «Тайм» Зеленскому, что там, обряд? Да. Нет. Все, надо как-то ситуацию остановить. Проводить внутренние реформы, бороться с коррупцией. И понимать, куда мы движемся. В Запад. Нет, в Запад уже как бы... А если мы говорим о США и Израиле? Вот у меня возникает вопрос. Мы помним все прекрасно, как США умеют принуждать к миру, если надо. Япония не даст нам забыть эти все истории. Ну да, атомную бомбу скинули и принудили к миру. Августа месяца. Но вот смотрите, сколько времени уже длятся эти события в Израиле. Не Таньяху выходит, говорит, война будет длительной. Мы с вами только что проговорили, вы выше упомянули о том, что это террористическая организация. У них нету ядерного оружия. Чего бояться? Казалось бы, США туда посылают контингент. Но тем не менее, они в эту всю историю втягиваться не спешат, дабы... Чтобы не взорвался Ближний Восток. Чтобы не взорвался Ближний Восток. Давайте по Израилю. Давай. Ну, во-первых, в Америке всего 6 миллионов евреев. Но это очень влиятельные группы. Конечно. Спонсоры партий, спонсоры вузов. Так, ну... Это богатые люди. Спонсоры, денежные мешки, кошельки, партии. И больше, как бы, израильская тема, это тема Респа, республиканцев и Трампа. А тут выборы. Раз. Ну, проблема даже не в этом. 6 миллионов мало вроде бы. Но есть еще очень большая группа в мире, 50 миллионов человек. Это христиане-сионисты. И они в Америке, на юге проживают. В штате Флорида. Когда Нетаньяху был представителем Израиля в ООН, он часто ездил туда, во Флориду, и налаживал контакты. Что такие христиане-сионисты? Это те, кто считают, что на территории Израиля надо ожидать второго пришествия Христа. И они за Израиль, как западное поселение, западную колонию в окружении арабского мира. Это они хоть не иудеи, а христиане. Хотя евреи, это понятие не религиозное. А не религиозное, а этнополитическое, я бы сказал бы так. Так вот, христиане-сионисты, за то, что они выступают за защиту Израиля, за гарантии. Это мощная сила очень. И израильские политики это очень знают. Во-вторых, Штаты союзник, Израиль союзник Штата. Штаты их бросят. А что это за союзник, который нас не спасает? Поэтому они, кстати говоря, сегодня стараются вообще-то не заключать новые союзы. Или заключать такие союзы без очень серьезных или обременительных надмирных обязательств. Обязательства умеренные. Для чего? Потому что если ты не выполнишь вот эти надмирные сверхобязательства, значит ты плохой союзник. Ты плохой гарант безопасности. Поэтому вот они сейчас как раз и пытаются Южную Корею успокоить, Японию, чтобы они создавали ядерное оружие. А, скажем так, рассчитывали на американское ядерное оружие. И если там что-то пойдет не так, то все скажут, а зачем нам такой союзник, мы тогда сами будем делать ядерное оружие. А это понятно. Корейский полуостров, Китай, Япония, Тихий океан там в разнос пойдет. Поэтому они вынуждены это делать. Так помимо электоральных соображений, лоббистских, еврейских разного рода организаций или просто сионистских государств. Я вспомнил, евреи это понятие сионистское, а не религиозное. Многие иудеи или религиозные евреи против Израиля. Кстати, там мы видим демонстрации в Америке, там евреи выходят против. Вот они как раз антисионисты. Но большинство евреев, да, сионисты. Потому что этот проект вообще-то с Восточной Европы пришел. И они, кстати говоря, часто не включают туда. Или считают как бы не совсем евреями, сефардов, которые выходцы из Испании, которых выселяли в свое время. Или там выходцы из арабских есть, точнее так, с Африки северной тоже. Евреи это как бы не те. Так вот, это первое. По поводу Израиля, почему Америка так к этому относится. И вторая часть у вас там была. Вторая часть, почему Америка до сих пор не вступила и не использовала вот это свое умение принуждать к миру, да, грубо говоря. То есть, грубо говоря, почему они до сих пор не влупыли. Это еще касается Израиля. А кого принуждать к миру? Это очень все запутано там. Как она может Хамас принудить к миру? А как? Это же террористическая организация в подполе. С кем? Но, почему проблема Хамаса, так и Палестина? Значит, есть проблема палестинцев, которые проживают в секторе газа. Куда их девать? Главный вопрос. Главный вопрос. Израиль стоит на том, чтобы их изгнать из этих земель и войти опять туда и взять под контроль. Египет говорит, нам не надо. Правильно, чтобы не было террористической никакой угрозы. Все, решите этот вопрос раз и навсегда. Хорошо. Во-первых, это нерешаемый вопрос. Вот так вот просто. Уничтожишь одних, придут другие. Потому что Хамас, это не люди, это идеология. Знаете, она возродится. Это идеология. Да. Так вот, это первое. Второе. Куда они уйдут? В Египет? А Египет, куда им эти 2 миллиона? Было же в 1948 году многие ушли. В 1967 году. Так проживают же вот западные береги Киордан, Час-Виордан и прочие. Проживают. И это не решило вопрос палестинский. До сих пор проблема палестинского национализма, палестинского государства, она повисла в воздухе. Где его создать? Куда девать этих палестинцев? Так, это третий. Второй момент. Третий момент. Евреи-то самые без знаний были. Около, больше тысячи лет, если не больше, так? А теперь, как бы, палестинцы, изданный народ, рассеянный народ. Их же-то и не было. Они создавались именно, палестинцы, созданные именно в этих лагерях беженцев. И это же продолжается с 1948 года. Извините, 75 лет. Как только в мае 1948 года британские войска ушли из Палестины, исходя из палестинских и сионистских восстаний. И палестинцы, и сионисты. По разным сторонам. И когда уже в октябре месяце было создано в 1948 году государство Израиль, за которое проголосовало в ООН США и Советский Союз, и тогда была первая война, которая... Около 700 тысяч палестинцев были изнаны на вот эти территории, где они сейчас проживают. И они считают, что земля Израиля, это их земля. А Израиль считает, что это их земля, которую они лишились там 2000 лет назад. Патовая ситуация, патовая ситуация. Кто стоит за Хамасом? Я сейчас не за палестинцев говорю, только за Хамасом. Турция? Поддержала? Поддержала. Так? Катар? Поддержал? Поддержал. А Катар, кстати говоря, полусоюзных штатов. У них военная база. США находится в Катаре. Турция член НАТО. Да. Вообще база Инджерлинг вот находится там же. Самолеты сейчас там американские находятся в Турции. Эрдоган выступает в защиту Хамаса, но американские самолеты на этой базе. Эрдоган фактически бросает перчатку Европе и всем, кто против Палестины. Он с очень жесткими заявлениями. Да. Но это, кстати говоря, не сильно там уже и парит США. Почему? Не будет Турция, вакуум займет Иран. Что выгоднее американцам? Вакуум-то должен быть заполнен. Они же, американцы прекрасно понимают, что если не будет заполнен этот вакуум, то палестинскую идею в качестве, так сказать, проводника подхватят Хезбалла, Иран, про шиитское ополчение Ирака, пусть Эрдоган с ним может договориться, он в конечном счете союзник. Это беспроигрышная игра Эрдогана. Он прекрасно понимает. И он же ничем, он только риторический, он же ничем там не помогает, по большому счету. Это ж только риторика такая, что мы накажем Израиль, а у них же совместная разработка газового шельфа в Восточном Средиземноморе. То есть больше всех выиграл Эрдоган? Да, он выиграл просто как бы красавец, он просто красавчик, всех разводит. Но американцам лучше, чтобы Эрдоган, ну смотри, когда такая ситуация, ты понимаешь, что ты не можешь на нее повлиять, тебе лучше, чтобы твой там человек взял под контроль это или какой-нибудь враг твой. Ну понятно, что пусть говорит, пусть кричит, пусть становится лидером мусульманского мира, там же вот это идет. Лучше пусть будет Эрдоган лидером мусульманского мира, чем Хамени, Иран, либо какой-нибудь Бен Салман, который непонятно. Так Саудовская Аравия вроде союзник, но в то же время и непонятно. Или еще, не дай бог, какие-нибудь там Хазбалла или там эти еменские хуситы. Знаете, ну тоже же как бы надо понимать эту всю как бы расчетливую игру. Поэтому Эрдоган не привели, чем его, скажем так, антизападный пафос. Это больше пафос, это больше игра, это больше картинка. И пропалестинскость его. Ну поэтому проблема Палестины, да, она как бы нерешаемая. Поэтому Америки, и смотрите, сколько пропалестинских митингов в мире, а если Америка станет открыта только, она на стороне Израиля. И Америка очень четко, потому что Байдену некуда деваться. Растяжка, но ему некуда деваться. Но с другой стороны, они не слишком антипалестинские, они антихамасовские. А они, да, сектор газа, но говорят, ну не надо, умерьте, пожалуйста. Изгнание, ну такое дело. Потому что, если взял 2 миллиона человек, переселяются в пустыню Синай. Синай, так? Египет. Дальше их куда? Во-первых, ситуация в Египте, газ дорогой, зерно дорогое. Там всегда проблема продовольственной безопасности. И хлеб, как ключевой фактор политики. Знаете, потому что везде много бедных людей. Бедные люди, мы же картинку смотрим, а там 80 миллионов перенаселенных. Так самая большая страна арабского мира. Египет. Да? Вот. Все же остальные там поменьше. Что там? Там Саудовская Аравия, там 20 с чем-то. Вот. Ну, Иран 80, но в Иране не арабы живут, а там персы живут. Это особая история. Так? Ну, турцы тоже не арабы, но мусульмане. Турцы, суниты, шииты, персы. И арабы, суниты. И все это наложилось. Хезболлаш, шииты, Хамас, суниты. Такая вся история. Взорвется. И что тогда делать? А цена на нефть тогда как будет? Какой будет цена на нефть? Цена на нефть будет под 250. Китаю это невыгодно. Да и все мировая экономика, она загнется. Чем людей кормить? Где деньги брать? Так, Америке бензин, если сразу в два раза перед выборами, что накануне выбора, чтобы галлон стоил бензина 8 долларов, он сам, по-моему, 4 стоит. Ну, тогда Байдену можно сразу забирать. Макрон может рассказать, что бывает, когда поднять цены. Да, совершенно верно. Макрон может поделиться. Ну, у него там экологический этот налог сегодня большой был, но получил желтые жилеты. Почему? Потому что это детонатор. Очень много недовольных людей в мире. Большой разброс между богатыми и бедными. Пропасть эта увеличивается. Томас Пикетти так выпустил, ну, Пикетти он француз, поэтому так вот. Выпускает новую книгу. О том, у него же вышла книга «Капитал» где-то лет 5 назад. Он описывает это, неравенство. А неравенство увеличивается. Между богатыми и бедными. Между небольшой верхушкой этого неолиберального. Тогда получается, вот эта большая война неизбежна в конечном случае? Нет. Потому что вопрос не решаемый. Неизбежна не значит. Ну, никто же не хочет ее. Конечно. Понимаете, Китай ее не хочет. Иран не готов к войне. Тоже не хочет. Его устраивают прокси-войны. Иран чемпион по прокси-войнам. Чужие не упали. У него там Хезболла, там где-то Хамас, где-то Хуситы, где-то сирийские эти все, Ксир где-то. Ему не нужна большая война. Он всегда работает прокси. Через прокси. А большая война, значит, надо вступать в войну. А зрители, там тоже ситуация. Всегда ж никто не знает, как внутри повернется. У тебя там 20 миллионов азербайджанцев живет в Иране. Кстати, вот министр иностранных дел, их не, по-моему, нет, армянин. А Хамынеи, вот нынешний, он азербайджанец вообще-то, этнический. Так там тоже как бы проблемы. Когда-то северный Иран это азербайджанский. Сталин хотел создать большой азербайджан с нынешним и 20 миллионов. Но Черчилль ему не дал. А я потом думаю, когда Советский Союз разваливался, думаю, вот если бы сейчас в 91-м году азербайджанская советская соцреспублика отделилась, стала независимой, и там проживало бы 29 миллионов человек. Вот представляете, что там такое? А сейчас 9 миллионов человек. Но это тоже вот там Курская проблема. Про Курда вообще молчу. Там как бы все это загорелось. Курды, 12 миллионов человек не имеют своего государства. Почему какая-то маленькая Эстония, 800 тысяч, имеет право на государство? А Курды не имеют. А к ее политике игроки не позволяют. Турки не позволяют. Не выгодно. Ни Ирану, ни туркам. Да и России сейчас тоже не выгодно. Поэтому дальше. Турции, война выгодна, не выгодна. Они хотят вот так поиграть. Америке, я сказал, почему не выгодно. Потому что надо втянуться, это проиграть Китай. Это надо втянуться в какую-то новую большую войну. Типа Афганистан и еще какую-то. Мы-то не действуют очень осторожно, аккуратно, понимая, что еще большую войну, только они не выдержат. Они просто не выдержат ее. Они только же выходят из этих больших провальных войн. Афганистана, Ирака и так далее. А России тоже не выгодно. Мы тут многие рассуждали, что это Россия сделала. А зачем им? Чтобы Кавказ поджечь. Ну потому что разного рода ж маджахеды, вот это домино. Но нестабильность, оно ж перекинется на Северный Кавказ. Что мы и видели, кстати, в Махачкале. Махачкале, да. Я помню, там где-то давал, мне пишут. А при чем там это? Может, там Турция. Турция и турецкое телевидение. Да, Дагестан не относится к тюркским нациям. Не относится к тюркскому этносу. Но Турция там рядом. И турецкое телевидение. И пропалисинские настроения. Так, и вот на этом все. И большая, большая община, еврейская община в Дагестане. В городе Дербент. Там и синагога, и раввин, и прочее. Это тоже невыгодно. Кажется, что ты вроде бы там создал очаг, отвернулось внимание от Украины. Нет, не все так просто. Потому что Украина от тебя внутри может поджечь. 16 миллионов мусульман в России живет. Так? Это тоже надо понимать. Моноэтничные государства. Все многоэтничные. Если так посмотреть. Так? Моноэтничные государства не только маленькие могут быть. И мы, кстати говоря, тоже многоэтничная страна. Да. Мы не моноэтние. И это тоже надо понимать. Опасность. Риски. Ну, точнее так, я скажу. Риски. Многие. Всего этого. А моноэтничности тоже не просто так. Из мультиэтничности ты можешь сделать моноэтничность. Провести, так сказать, насильственную какую-то моноэтнизацию. Не буду говорить слово другое. Моноэтнизацию. Оно делается не так, это все. Это делается на протяжении многих лет и спокойно, постепенно. Либо открывается окно возможностей. Как, например, открылось окно возможностей между Первой мировой войной и после Второй мировой войны в Польше. И они решили эту задачу. Решили эту задачу, да. Ну как решили? Потому что, во-первых, немецкий и еврейский холокост, а евреи в Польше были, так? Во-вторых, эмиграция потом евреи после войны. Дальше перемещение людей, украинцев в Украину. Ну, поляки туда. И вот так вот они из... Да, но у них был свой Бальцирович, да? А вот у нас, который не боялся и который в ущерб своей репутации. Да, у нас был свой пензенник. Дело не в этом. Просто Польша стала витриной для постсоветских трансформаций. И сразу в ЕС и в НАТО. Более того, Польша была выбрана слабым земном в соцлагере. Еще с 80-х, 70-х годов. Когда там был Гамулка, был такой первый секретарь. Польско-объединенной рабочей партии. Так, а потом стал Герек. Эдвард Герек. Которого нашли. Он был когда-то шахтером в Бельгии. Помню. Вот. Долги давали ей. Поляки брали в долг. И так далее. А потом кредитные организации. Плюс... Почему слабое земное? Потому что всегда в Польше были антироссийские настроения. Понятно почему. Это исторически. Плюс религия католическая. Тут по тебе Ватикан, Рим. Поэтому не случайно же папа Кароль Войтыла, папа Павел Второй был избран Павлом Вторым. Такие вещи не делаются просто так. Да, он конечно достоин папа. И конечно считается одним из самых современных. Но это тоже не случайно делалось. Проект был. Как разрушить сослагерьев. Варшавский договор тоже. Сталин... Ну не Сталина уже тогда Хрущев в 55-м году. Почему Варшавский договор? Тоже как бы такая. Вот. Варшава и прочее. Ну все рассыпалось оно все. Поэтому поляки... А потом солидарность. Гдань, Сгдыня, профсоюзные организации. Лех Валенца, Радья Качинский. Там Яцек Курань. Это все прекрасно помню. В 80-й год я Ярузельский, когда военное положение, спасал, чтобы советские войска не вошли. Потому что в Афган вошли уже в 79-м году советские войска. И в Польшу было. Вот-вот идут вой... Ну они были в Польше, но взять, скажем так, помочь власть Польши держать на советских танках. Или расширить военную группировку. В Войцах Ярузельский. Потом был такой, когда уже валилось все, был такой Каня. И даже ходил такой, скажем, мем. Лучше Каня, чем Ваня. В Польше было такое. Это где-то 88-й год. 1988-89 год. Я еще помню, в 88-м году я читал лекции в Познанском университете. Приезжал еще. Я уже работал. Так что я помню эти все польские истории. Я там где-то месяца, по-моему, два был на лекционных курсах. Кстати говоря, хороший. Гонорар платили. Потому что у нас не платили гонорары. Ну за такие лекции как бы. А вот там платили. Хорошие деньги, кстати говоря. А вот сейчас Европа опять получается в такой ситуации достаточно турбулентной. Пенториус выходит и говорит, это министр обороны Германии. Он выходит и говорит, а мы можем быть втянуты в войну. Германии надо приготовиться. Мы должны быть готовы себя защищать. Дальше что мы видим? Еврейские погромы, если это так можно назвать. Потому что уже кидали и коктейли Молотова в Берлине, в еврейский центр. Это было... Взрослый Давида рисует. Да, продолжается эта вся история. Многие евреи говорят о том, что им небезопасно в Европе. Они предпочитают уехать оттуда. Так мы на пороге... Куда уехать? Ну, наверное, в Америку. Я не знаю. Я не знаю, куда они собрались. Нет. Дело в том, что как раз вот берлинские евреи или германские евреи, это в основном левые, так, представители левых политических сил, которые не согласны были с поправением Израиля. Дело-то в том, что правительство Натаньяху это самое правое правительство в истории Израиля. И там вот эти две партии, так, которые его коалиционные, это самые правые консервативные религиозные партии. И они антиарабского, антипалестинского, например. Вот почему, кстати, в Хамаса были какие-то основания для того, чтобы жарить и ударить. Помимо того, что если сейчас бы была сделка между Израилем и Саудовской Аравией, то палестинский вопрос бы вообще забыли про него. Как забыли про Курдов. Вот про Курдов же забыли. Да. Да? Ну, мы с вами с вами. Несправедливо забыли 12 миллионов человек, ну, мыкается. Да. Ну да, есть автономные там, это Киркук, курская автономия в Ираке. Почему? Потому что нефть, там нефть. В Ираке, нефть, это в курских регионах столица Киркук. Понимаете? Поэтому невыгодно мировому, скажем так, мировым магнатам, в мировой закулисе, давайте в космирологию поймем. Невыгодно, чтобы была какая-то курдское государство, невыгодно Ираку тогда лишается доходов с нефти. Туркам невыгодно, потому что курдский вопрос тогда будет, государство враждебное. Он же всех курдов выжиг. Сидит же этот, как его, господи, руководитель этой курдской рабочей партии. Да. Взяли так. Господи, как же его, ну ладно, вспомнили. В общем, Мефистофель был прав, когда пел, что люди гибнут за металл. За металл. Да. Сатана там правит балл. Да. Люди гибнут за металл. Кстати говоря, хорошо, что вспомнили, потому что когда Рейган пришел к власти и назвал Советский Союз империей зла. Империей зла. Да. И это уже он пришел в 80-м году, выиграл выборы. И в 81-м году был концерт в Кремлевском дворце съездов по случаю годовщины Великой Октябрьской соцреволюции. И там кто-то с Большого театра пел арию из оперы. Мефистофель. И он же пел. Показываем на Америку. Сатана там правит балл. Там правит балл. Люди гибнут за металл. За металл. А в первом ряду сидели там. Брежневся. Вот эта вот геронтократическая вещь. Они хлопали. Думаю, точно Рейгану показывают. Вот. Так что, да. За нефть. За нефть. Потому что Ближний Восток, все это нефть. Рекомендую почитать книгу Тимоти Митчелла «Политическая власть в эпоху нефти». Так и называется. Такой крутой очень. Социолог и политолог. Англоязычный. Так? Называется. «Углеродная демократия». Политический подзаголовок. «Политическая власть в эпоху нефти». Все расписано. Как я лет 10 назад ее прорабатывал. Сейчас я вычислил, почитываю. Все. Вадим Юрьевич, к чему нам готовится тогда? Смотрите, людей становится все больше нефти. Готовится к чему? Вот Писториус. О чем Писториус говорит? О чем свидетельствуют слова Писториуса? О милитаризации внешней и внутренней политики. В мире. Милитаризация мира. Гонка вооружений. Что Залужный пишет? «Мне нужна гонка вооружений». Но вопросом, кто ему обеспечит эту гонку вооружений? Он же говорит, в России идет она. А у нас идет или нет? Вот мы должны включиться или включиться в эту гонку вооружений сами. Либо в кооперации с европейцами, либо с американцами. Либо они должны включиться на нашей стороне. Но гонка вооружений пошла. Новых вооружений. Разогреют, раскочегарят сейчас ВПК. Знаете, что Россия сейчас думает? Вот судя по тому, что я там. Попадают мне. Они уже не думают про Украину. Они думают, куда продукцию вот этого нового ВПК, на какие рынки вооружений, в какие страны поставлять, чтобы конкурировать с американцами. Потому что они поднялись. Война это всегда технологическая вещь. Все войны, они же несли революцию в технологиях. Откуда появились самолеты, авиационные? Гражданская авиация была бы без войны Первой мировой? Да не было и Второй мировой войны. Да, конечно, никогда бы не было. Первая мировая война самолеты дала. Телеграф, телефон. Это все же новые формы коммуникации, которые создавали новый тип войны. Так, танки, самолеты. И другая среда, это коммуникация. Телефон, телефон and telegraph. Так, Вторая мировая война. Моторы, двигатель внутреннего сгорания, машины. Когда автомобили, значит, поставили на поток конвейерный. В 20-е годы. И тогда моторизованная война, Вторая мировая маневренная моторизованная война. Самолеты, танки наши быстрые, как пели песни. Потому что это все прорывы и так далее. Танковые битвы, баталии, автомобили. И тут выходит Опенгеймер. Да. И совершенно. И потом новая эпоха. А это как раз и новый военно-милитарный, военно-политический цикл или милитарно-политический цикл. Все не хотели войну. Все только прокси-войну боятся атомной войны. И так оно остается. Но появляются гаджеты, появляется интернет. Откуда? Это же изобретение. Это Пентагона. Пентагон изобретение для того, чтобы иметь коммуникацию внутреннюю. Потом по такой же модели формируется Фейсбук. Когда Цукенберг для своих друзей создал внутреннюю такую коммуникацию. Все это взорвало мир. Война в реальном времени, как сегодня идет. Коммуникативные технологии. Сейчас же что-то, как называется, многосферные воины. Гибридные. Так. Кибер. Спутники. Что говорит заложный? Почему позиционный тупик? Потому что все видно. Перемещение. Видна логистика. И никто не может обеспечить такой перевес, чтобы прорвать эту оборону. Поэтому наступать, это только полить ресурсы. И полить живую силу. Терять живую силу. Потому что все видно. Спутники. А сейчас Россия все больше и больше запускает этих космических спутников. Тогда наши спутники где? А где наш Южмаш? Ну блин, ну где наш Южмаш? Хороший вопрос. Так и все остальное. Все. Разгромили, разграбили. Растоптали. Или можно воссоздать это все по крупицам. Значит надо думать над этим. Или Запад тогда. Или в кооперации с Западом. Тоже наши какие-то наработки, технологии. Потому что оно же может лежать в конструкторских каких-то, скажем так, бумагах, набросках. Но оно же как бы работает на долгий период. Значит надо с этим думать. И ракетную программу, и космическую, спутники и прочее. Тогда мы можем обеспечить, не кивая и не запрашивая, не унижаясь, не выпрашивая, не вымаливая западную помощь, обеспечить свои какие-то паритеты. Не на всем, но хотя бы какой-то паритет, на каких-то направлениях. Или по-другому как-то решать вопрос войны и мира, или спасения государства. Государство можно спасти либо войной, либо миром. Либо успешной войной. Либо какими-то дипломатическими успехами. Успешной дипломатией. А государство надо спасать. Надо ее сохранить, государство. И чтобы, по крайней мере, вот то, что есть сейчас, чтобы не было хуже, надо тоже иногда думать об этом. И надо думать об успехе, где ваша точка успеха. Миле же, я говорил уже год назад, ну Миле нам говорил, из Херсона ушли русские. Давайте здесь садиться за стол переговором. Хорошая была, скажем так, идея. Почему? Потому что они уходили на деморализацию Харьков. Как они бежали под Харьков, и как они уходили из Херсона. Это же они деморализованные были. Они боялись наступления, кстати говоря. Наступления боялись. Они не знали. Многие боялись. И вообще так вот тряслись. А вот тогда можно было говорить, мы победили. Они ушли униженными и оскорбленными, как у Достоевского. Так, почти. Вот. Ушли униженными. А сейчас они не унижены уже. Они сейчас говорят, он Песков говорит, а никакого тупика нет, мы продолжаем наступать. Мы продолжаем, все у нас окей. Потому что надо всегда в политике знать, где ваша высшая точка успеха. И остановиться. Иначе потом хуже будет. Вот так всегда в политике, в любой политике, внутренней, внешней и прочее. Поэтому, конечно, год завершаем в размышлениях, но не в уныне. Я надеюсь, что эти размышления приведут не только нас с вами, но и тех людей, которые ответственны за эти сферы, к правильным решениям. Спасибо вам большое за разговор. И слушать иногда надо и других тоже. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Вадим Карасев сегодня был у нас на Политеке. Друзья, вам спасибо за то, что вы нас смотрите, поддерживаете, комментируете. Мы читаем все ваши комментарии. Читаем, читаем. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, милости прошу. Если ваши вопросы окажутся конструктивными, интересными, они обязательно прозвучат в наших эфирах далее. И, конечно же, вы получите на них ответы. А дабы эти ответы не пропустить. Что надо сделать? Правильно подписаться на наш канал прямо сейчас, если вы этого не сделали. Под видео кнопка подписаться, нажимаете ее. И вот вы уже в комьюнити практически миллиона людей, которые не боятся искать правду, а главное, не боятся слышать ответы. Не всегда приятные, но очень важные и нужные, чтобы адекватно оценивать ту точку, в которой мы находимся, и ту точку, в которую мы с вами движемся. Мы с вами увидимся в наших следующих эфирах. Меня зовут Анастасия Густрева. А вы, пожалуйста, берегитесь.